Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря несколько важных релизов из США. В 13.30 по GMT выйдут данные по индексу цен производителей и розничным продажам. Далее эстафету перехватит отчет по промышленному производству в 14.15 по GMT. Каждый отчет сейчас имеет большое значение в целом для определения общего состояния американской экономики и имеет большое значение для нас, для трейдеров, которые ждут заседания американского регулятора, на котором, разумеется, будет приниматься решение по ключевой процентной ставке. На сегодняшний день можно сказать, что трейдеры уже полностью переварили данные по инфляции, которые вышли неделю назад. И если вспомнить показатели, индекс потребительских цен серьезно снизился, сильно проселся ноябрьских показателей, были декабрьские цифры, с 7,1% мы видели снижение до 6,5%. Аналогичный, в принципе, спад показал и базовый индекс потребительских цен, что позволило участникам рынка пересмотреть ожидания относительно дальнейших темпов повышения ключевой процентной ставки и сейчас фокусироваться на идее того, что на заседании, которое состоится 31 января, оно начнется и 1 февраля будут подведены итоги, Федрезерв повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Вероятность такого сценария сейчас, если отталкиваться от инструментов AdWatch, составляет 80%. Но, делая акцент опять же на эту статистику, хочу обратить ваше внимание, что 20% трейдеров все же считают, что американский регулятор может пойти еще дальше и повысить ставку на 50 базисных пунктов. Поскольку я обычно не помещаю себя в ряды большинства, которые рассчитывают на определенное развитие событий, я сторонник того, что может правом оказаться меньшинство. И в данном случае, оценивая вероятность тех изменений, которые могут произойти, я все же позволю предположить, что американский регулятор, раз он собрался к концу первого квартала завершить очередной цикл повышения ключевой процентной ставки, может напоследок тряхнуть стариной, хлопнуть дверью и агрессивнее поднять ключевую процентную ставку. Тем более, что рост ключевой процентной ставки может впоследствии сыграть даже на руку американской экономики и Федрезерву, если окажет еще больше давление на индекс потребительских цен и ускорит сползание этого индекса, индикатора к целевому значению в 2%. Ожидание того, что американский регулятор может агрессивнее поднять ключевую процентную ставку, могут измениться, друзья, до 31 января. То есть, если сейчас 80% трейдеров закладываются под то, что шаг будет 25 байсных пунктов, то, поверьте, каждый последующий сильный отчет, а сегодня у нас промышленное производство, розничные продажи могут начать смещать фокус внимания трейдеров на альтернативный сценарий. И я допускаю, что к самому заседанию, которое состоится в конце января, мы подойдем уже совершенно с другим распределением мнений и с более высокой вероятностью того, что ставка может быть поднята на 50 байсных пунктов. На данный момент индекс доллара, который мы с анализируем на протяжении последних очень многих месяцев, держится на отметке 102.53. Если сравнивать с динамикой конца прошлой недели и начала этой, индекс доллара стабилизировался в районе 102 пунктов и сейчас демонстрирует локальное восстановление. Разворот ли это? Мне, как покупателю, хочется верить, что это коррекция, которая приведет к тому, что индекс доллара сможет выбраться на существенно более высокие ценовые значения, откуда уже после марта я буду готов этот инструмент продать. В общем, я сохраняю в своем портфеле бычий настрой в отношении индекса американской валюты. Наверное, как и вы, буду с нетерпением ждать каждый макроэкономический отчет из США. И поскольку каждый день записываю для вас вот подобный формат контента, буду актуализировать рыночные ожидания, потому как и в каком формате, каким образом будет корректироваться американская денежно-кредитная политика дальше. Еще один вопрос, который на повестке, это достижение или даже превышение лимита государственного долга в США. Ожидается, что это может произойти уже к концу завтрашней торговой сессии. Пока что республиканцы и демократы не могут договориться. Но, я думаю, вы все прекрасно понимаете, будучи реалистами, дефолта не будет в американской экономике и в самый последний момент все же примут решение несколько поднять этот потолок, чтобы выиграть время и продолжить обсуждение. Потому что республиканцы настаивают на необходимости существенного сокращения государственных расходов, на что демократы пойти не хотят. Интересно будет наблюдать за этим противостоянием политическим. И я уже ранее отмечал, что я вижу в этом больше оснований и условий даже для укрепления позиции хеодолара, которые традиционно еще анализируются как инструменты категории защитных активов. И вы согласитесь, что когда речь идет о потенциальном дефолте США, меньше всего, что хочется покупать, это рисковые инструменты валютного рынка. Золото 1898. Ранее мы очень неплохо прокатились на восходящем ралли этого актива. Достигли промежуточных целей, которые были обозначены. Кто-то, знаю, фиксировался, кто-то продолжает держать. Золото дальше. На долгосрок, безусловно, оно вырастет. Потому что, как я уже отметил, индекс доллара в конечном счете перейдет к снижению после первого квартала. И это окажет поддержку рынку драгоценных металлов. Что делать сейчас? Мы всегда смотрели на индекс ренчатых настроений. И для нас в качестве идеи того, стоит ли краткосрочно развернуться по золоту, был настрой того, что если изменится позиционирование, количество покупателей и продавцов плюс-минус выровняется, то тогда можно будет выйти из сделки и поискать, подождать более оптимальную точку входа, когда снова будет на рынке перекос. Ну, тотальное. Большинство будет либо продавать, либо покупать. Сейчас как раз этот баланс есть. Можете посмотреть на индекс ренчатых настроений в терминале метатрейдера компании Amarkets на сайте. И полагаю, что вот эта консолидация, которая началась, может продолжиться. Чтобы не сидеть в просадках, в убытках. Я могу ошибаться, конечно же, не хочу перебеждать вас, если вы верите в рост золота, что нужно сидеть и дальше в этих инструментах. Но если краткосрочный трейдинг для вас тоже имеет большое значение, то лучше, конечно же, сейчас пофикситься, если ранее были открыты длинные позиции, и ждать более интересную точку входа. Доллар канадец 1.3379. Ждем дальнейшего крепления канадской валюты. Несмотря на то, что отчет по инфляции оказался не таким, как хотелось бы увидеть, потому что инфляция и базовая, и основные индексы потребительских цен снизились, что немного снижает вероятность агрессивного повышения ставки Банком Канады. Но у нас есть еще один альтернативный сценарий, почему бы покупали канадский доллар. Это рост рынка нефти. Этот рост сейчас продолжается. Нефть поддерживает канадский доллар, поскольку поддерживает оптимальные показатели платежного баланса канадской экономики, экспортно-ориентированной экономики, напомню. И прогнозы, ориентиры по паре доллар-канадец 1.32 остаются прежними. Доллар иена 131.39. Конечно же, реакция, которая последовала сегодня по факту оглашения решения по процентной ставке, разочаровала, наверное, не только меня, потому что я рассчитывал, что пара перейдет к еще более активному снижению и быстро доберется до цели 125 иен за доллар. Ну, видимо, сейчас рынок ушел на коррекцию, которая, в принципе, назревала давно, учитывая, что очень сильно пара обвалилась в последнее время. Но хочу обратить внимание, что сегодня по итогам заседания не было сказано ничего, что позволило бы нам отказаться от идеи того, что Банк Японии ужесточит монетарную политику. Поэтому после какого-то периода восходящей динамики я почти наверняка уверен, что пара перейдет к снижению. И хочу актуализировать цели. Goldman Sachs, так же, как и мы, ставят на дальнейшее снижение пары доллар-иена в район 125 иен за доллар. Deutsche Bank считает, что к середине этого года пара просядет до отметки 120 иен за доллар. В общем, короткие позиции в приоритете, и от этой сделки точно отказываться не нужно. И рынок нефти, 86-56, хорошо вовремя мы зашли в это локальное восходящее движение, которое, надеюсь, может стать даже трендом. Поддержку нефти оказывает хорошие показатели роста импорта нефти в Китай. Ожидание нового года по восточному календарю лунного нового года. Это период больше, чем в неделю активных автомобильных поездок. Роста туристического пассажиропотока, который многократно может превзойти показатели прошлых лет. Это, конечно же, подстегнет рост спроса на топливо. Сегодня ожидаются два прогноза от ОПЕК и Международного нефтического агентства по перспективам роста спроса на нефть на ближайшее время. Посмотрим на цифры, завтра подведем итоги, но полагаю, что вот эти отчеты могут стать дополнительным топливом для роста нефтянки в целом. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!